Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Раздражается от просьб помощи, например, будешь просьб приготовить или положить еду. Без просьбы я это сделаю желанием, готовлю с кайфом. По просьбе одно раздражение в ответ. Тянется с детства, так же всегда раздражаюсь на просьбы родителей по дому, куда копнуть, что проанализировать. Может ли это быть анкалозик гордыни? Ну, смотрите, вообще гордыня здесь, как мне кажется, ни при чем. Гордыня это вообще больше, наверное, про то, что вы чувствуете вину. Вот, как мне кажется. То есть, мне кажется, что вы чувствуете больше вину за то, что раздражаетесь. Вот, и соответственно, ну в этом вот контексте, как мне кажется, вы и, значит, предполагаете, что дело в гордыне. Хотя я, ну, никак, никак, никак не склонен думать, что речь идет именно о гордыне. На мой взгляд, это такой своего рода бунт. Бунт против какой-то несвободы. Вот. Так бы я это сказал, так бы я это озвучил. Это бунт против несвободы. Это бунт против, ну, по-моему, что вас к чему-то приносит, например. Вот. И вам это, ну, естественным, естественным образом не нравится. Вам это, естественно, вас это естественным образом не устраивает. Вы чувствуете себя обязаны. И вот на именно ощущение, что вы обязаны и на ощущение, что вы должны реагировать. Вот. Так, как реагируете. Вот. Куда копать? То есть, вам самой, наверное, никуда. Потому что, если бы вы могли, вы бы сами все с этим справились. То есть, тут хороший достаточно, как мне кажется, запрос на психотерапию в первую очередь. Потому что, потому что, вы не внимательны к себе. Вот. Вы не внимательны к тому, что происходит с вами в этот момент. Вы не слышите. И я бы даже сказал, что зажимаете свои чувства. Вот. То есть, ну вот. Вы. Эээмм. Чувствуете, что не хотите, да? И что вы, что вы делаете? Вот. Ну, вы. Подавляете. Свою реакцию. А вы. Чувствуете, что, ну, вам это не подуша. Что вы делаете? Вы зажимаете себя, ищите либо оправдание, либо способ этого не делать. Я понимаю, вы так научились, но это деструктивный способ, это деструктивная манда. То, что вы описываете, это история про личные границы, который у вас, суть по всему, не простроен. И, соответственно, их нужно учиться простраивать, нужно учиться выражать то, что вы хотите, то, что вы не хотите. Значит, о чем конкретно идет речь? Вот вы говорите, по просьбе одно раздражение в ответ. А чего в этом раздражении-то присутствует? Что в этом раздражении-то есть? Совершенно ведь очевидно, что в нем что-то есть, в нем какие-то еще чувства есть. Раздражение-то, что на поверхности, раздражение-то то, что привычно само для вас. Но раздражение-то далеко не все, что вы чувствуете, а говорите вы только о нем. Поэтому первое, что здесь можно и нужно сделать, это уловить и заметить то, что вы еще чувствуете помимо раздражения. И вот здесь вам не обойтись без психолога. Потому что психологи именно для этого и нужны, чтобы помогать человеку себе разобраться. А самостоятельно вы, скорее всего, уйдете в защиту. Самостоятельно вы, скорее всего, уйдете в какие-то привычные для себя схемы, модели поведенческие. Вот. И ничего хорошего из этого не получится. Вот. Пожалуй, как-то так я бы вам здесь ответил. Вот. Дело в том, что когда к нам кто-то приближается, либо близко к нам кто-то приближается, либо нам кажется, что кто-то приближается близко, мы на это реагируем. Раздражение – это нормальный защитный механизм. В целом, в основе своей нормальной механизмы, ну, необходимо человеку испытывать раздражение, чтобы сохранять свою целостность. Необходимо человеку чувствовать раздражение. Без раздражения человек натурально не выживет. Поэтому требовать от себя, ждать от себя того, что вы не будете испытывать раздражение, не стоит. А вот что стоит – это, пожалуй, наладить контакт с вашим мужем. И поговорить, например, и с ним, и с вашими родителями, но сперва с ним. О том, как бы вы хотели, чтобы он себя вел. То есть, проговорить этот момент, поделиться этим моментом с вашим близким человеком. Ну, чтобы он как-то, может быть, просьбы свои по-другому вам формулировал. Может быть, чтобы вел себя как-то иначе. Не так, как вот ведет себя он, например, сейчас. Вот это все очень важно. И на это все вы не обращаете свое внимание. К сожалению. К сожалению. А очень жаль, потому что это ваша жизнь. Очень жаль, потому что, ну, вне всякого сомнения, то, о чем идет речь, является очень-очень важным. Как для ваших отношений с человеком, так и для вашего комфорта, так и для будущего ваших отношений. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. И желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Обратная связь нужна в первую очередь вам для формирования базовых постулатов для психотерапии. Вот. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Продолжение следует... Продолжение следует...